Здравствуйте! С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Заседание модного суда я объявляю открытым. Евия Ефремова. 42 года. Психолог. Трое детей. С детства Женя была изгоем. От всеобщего непонимания пыталась покончить с собой. Первый возлюбленный довёл до психоаналитиков, второй погиб. Спустя годы забвения судьба улыбнулась. Красавец Артём попросил руки. Девушка решительно начала новую жизнь без горя и страданий. Сменила фамилию, а для надёжности даже имя. Ради гармонии в семье Евия решила сменить и гардероб. Теперь она собирает энергию земли исключительно юбками в пол. И вот спустя пять лет идеальных отношений муж неожиданно заявил. Не нужна мне такая гармония. Мне нужна земная женщина. Артём просит модный суд выкинуть длинные юбки из гардероба жены и чепуху из её головы. Артём, ты что делаешь? Меня достали твои вещи. Мы собираемся и едем на модный приговор. Сегодня мы слушаем тело о буре в тихом омуте. Артёму Ефремову опостылило теломудрие собственной жены. И для спасения их брака он просит немногого. Сменить Макси юбку на мини-юбку. А что же скажет защита? А защита скажет следующее. Артём не знал, на ком женится моя подзащитная Еве. Женщина особенная с изюминкой. Она и индивидуальность. И муж знал об этом ещё до свадьбы. Прошу вас, Артём, к трибуне. Пять лет назад моя жена прочитала книгу, где описывались качества правильной жены. Она выписала непосредственно эти качества, десять качеств. И знаете, вот десятое качество не поместилось. Десятое качество, оно было отдельно. Оно было отдельно написано, и там было написано «целомудрие». Я обратил на это внимание. И потом я обратил внимание на то, что она это качество начала тщательно в себе воспитывать. Культивировать. Да, да, культивировать. Она начала это, ну, платье, вот всё вот это длинное, длинные платья такие. И объяснять это следующим образом, что вот, дескать, есть земля, это такая женская энергия. Правильно говорит она. Вот она вот идёт, и вот эта женственность. Но вот в чём проблема. У неё было такое жёлтое платье, которое было вот такое мини-юбка. Ну, такое мини-юбка. Мини-платье. Мини-платье, да. И оно вам очень нравилось. И оно мне очень нравилось. Почему? Ну, потому что, во-первых... А мода прошла. Неважно. Мода. Важно. У меня по этому поводу есть своё мнение, что мода, правильная мода, это когда сексуально. Встаньте, пожалуйста, мы на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ. Какая вам больше нравится? Какой стиль? Вот здесь сплошной секс в розовом, а здесь сплошной целомудрие. Что вам больше нравится? А я не хочу выбирать или-или, я хочу и то, и другое. А, дорогой мой, в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. АПЛОДИСМЕНТЫ. 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 Вот с таким стилем, я совершенно, я не вижу себя вот в такой вот короткой, обтягивающей. Я за семью, в которой есть мудрость, в которой есть целомудрие. Правильно. Скажите, Еве, а как вот вам стиль той самой девушки, которую мы только что вызывали? У меня Артём постоянно с ней сравнивает. Это же сослуживица вашего мужа? Да, он мне говорит, посмотри, у Иры новая фотосессия. И что у Иры фотосессия? А я вот такая, какая я есть. Я люблю длинные юбки. Скажите, Елена, у вас трое детей. Да, всё верно. А, Ирочка, у вас муж-то есть? Вот. А у Ирочки пока ничего. А всё, она ещё в мини-юбках. Поэтому мини-юбка её до добра пока не довела. Присаживайтесь, пожалуйста. Эвелина, наверняка у вас есть вопросы, или, может быть, вы хотите сразу смотреть воплощение целомудрия? Давайте посмотрим. Мечтаю. Целомудрия в студию. Вот, Эвелина, этот интересный гардероб. Будьте любезны, дайте ему оценку. Гардероб очень затейливый. А что вам здесь не нравится больше всего? Вот ваш аргумент, который мы сейчас увидим, должен быть изъят и надет на вашу жену. Вон, посмотрите на то платье. Да это же просто как... А то это на какое? Да, 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 вот это. Бабы на самоваре. Ну, ёлки-палки. Ну, вот взгляните на него. В студии Надежды Бабкина аккуратнее. Да. Будьте добры, переоделитесь, пожалуйста. Насчет самовара поаккуратнее. А то сейчас как встану со своим. И насчет бабы на чайнике тоже поаккуратнее. Фольклор не трожь. Понятно? Это святое. Это святое. Святое, конечно, святое. На самом деле, вот если обратить внимание, то и там есть и мужские, мужская одежда. А вот какая хорошенькая. А вообще прекрасная платьица. Очень хорошенькая. Роскошная. Нео-викторианская хорошенькая платья. Иначе его не стошнило от этого платья. Должно было. А платье шикарное. Вам не нравятся все длинные юбки вашей жены, насколько я понимаю? Мне нравится в каком-то контексте. Мне нравится на какие-то тематические вещеринки. Такая смешная юбка. Ее можно было бы очень здорово сочетать с чем-то. Да вообще модно носить ее. Давайте посмотрим, что сверху происходит. 21 год сыну, говорите? Что-то в это не верится как-то. Кофта с капюшоном. А вот это детская вещичка. Речком вязана, наверное. Ощущение детского приданного, которое новорожденную мать готовила в 19 веке. Эвия, пожалуйста. Вот это платье я сшила сама. Очень хорошо сделали. Да, оно мне очень нравится. И это как раз то, что позволяет это самовыражение меня всей в этом платье. У меня еще вот сзади бант. Я никак себя не могу вот ассоциировать с теми одеждами, в которые ходит Ира. То есть, ну да, для нее... А Ирочка еще и на каблуках. Для нее это здорово. Но для меня нет. Наверное, это здорово не только для нее, еще и для Артема. Мы между собой ее называем в семье любовницей. Ну потому что это действительно... Как по-доброму. И вот эти фотографии, которые мне муж показывает постоянно и регулярно, и какая она красивая. Ну нет, в этом не сохранить семью. Семью сохраняют в чем-то другом, женском, женственном, красивом. Вы очень трогательный и чистый человек. Так редко бывает. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Я думаю, что не только я, многие люди, увидев нашу героиню здесь на подиуме, в этом амперном платьишке, вспомнили прекрасные романы, которыми зачитывались барышни конца 18-го, начала 19-го века. И захотели сшить себе к теплым денькам что-нибудь аналогичное. Спасибо большое, Велина. Присаживайтесь. Ну а сейчас слово Надежде Бабкиной. Артём, вот ты говоришь, что тебя вот это целомудрие по большому счёту достало уже. Ты какое-то домашнее изобретение даже придумал. А расскажи, а что это за изобретение? Очень интересное изобретение. Всем рекомендую. Семейный календарь. Семейный календарь вешается на стену. Там имена каждого члена семьи. И вписываете имя. И можете какие-то каждые события на каждый день прописывать. которые с вами происходят или которые собираются происходить. Мы в этот календарь решили вносить наши, ну так сказать, любовные дела. Матерь Божья. Которые с нами происходят. Это на стене всё висит. Ко всеобщему обозрению. Да, но мы это не пишем. Мы просто символ. Ну сердечко. Раз. И прикрепляем. А все не догадались. Фантазии у всех разные. Фантазии у всех разные. И каждый мир своей испорченности. И берёшь сердечко. И тюк. Да, и что самое удобное. То есть жене говоришь, жена, давай, ну как бы, пойдём. 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 Жена. Исполнять супружеский долг. Да, супружеский долг. Она говорит, ну как, ну слушай, ну вчера уже было. Ну сколько можно. Показываешь на календарь. А там и объективная информация. Там вот, там есть информация, что вчера этого не было. А было неделю назад. Очень удобно. Очень удобно. Всем рекомендую. Обалдеть. Пришлось составить календарь, потому что она отлынивала. Ну да, отлынивала. Но теперь у нас есть даже план. То есть мы составили план и запланировали всё. Есть конкретное количество, ну... Человека-часов. Человека-часов. Какой вы выдумщик. Не, ну это не круто, не соскутимся. Артём, получается, что она отлынивает от работы, значит, от семейных, от супружеской, так сказать, деятельности. От гардероб не нравится, не сексуальный. Вообще куча всех недостатков. А женился чего? О, ну, женился. Женился, потому что мы с ней родственные души. У меня был кризис, я очень сильно заболел и был при смерти. Был при смерти, я был в реанимации, и все, 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 не знаю, все родственники, врачи уже сказали, идите, молитесь всем родственникам. Потому что уже всё, прям... Шейте саван. Да, шейте саван. И в этот момент у меня как раз, ну, я находился в коме, и у меня были, ну, какие-то такие видения. Ну, и я выбирал, жить, не жить, то есть как-то вот туда-сюда. И в какой-то момент было такое для меня открытие, что да, я ещё не всё сделал. Но, в частности, мне нужно точно жениться, и мне нужно завести ребёнка. И у меня вот был тот момент чёткое понимание, что именно на этой женщине я должен жениться, и именно с ней завести ребёнка. То есть вот тогда он был такой у меня в жизни, ну, имел... Порыв такой. Да, порыв, и это было решение. А она с тобой была всё время рядом, судя по всему, да? Да. Да, она была рядом со мной. Ухаживала, что-то говорила, нашёптывала. А её не впускали, потому что она не была моей женой. Её не впускали в реанимацию, говорили, а вы кто такая, вообще кто такая? Она не могла объяснить, кто она такая. Не имела права даже зайти. Не имела права, да. То есть, и вот это тоже было, ну, моё такое чёткое понимание, что как, я хочу, чтобы она стала... Она рядом. Но ты знал, что она рядом где-то, что она бьётся там в стекло, хочет попасть, хочет проникнуть, хочет войти. Просто это чувствовал, и вот эта вот такая тяга друг к другу, наверное, дала возможность прийти в сознание, правда? Ну, наверное, да, потому что это действительно очень важно было. То есть, именно вот в этом видении я именно про неё думал. Про то, что наш... Вот я хочу, чтобы она была матерью моего ребёнка, чтобы она была моей женой. Ты должен про это помнить всегда. Она была в тяжёлую минуту рядом, рядом, оказывала всевозможную помощь. Вышла за тебя замуж, подарила прекрасную дочку. Ещё-ещё двое детей своих, то есть, получается, трое детей, понимаешь? Да, магадетно. Но это же прекрасно, замечательная семья. Мне кажется, надо восхищаться ей, боготворить её. Она бережёт семью и тебя в том числе. Понимаешь? Спасибо большое. Надежда, Артём, присаживайтесь. А я вызываю Эвию. Пожалуйста. Евия, откуда у вас такое интересное имя? До Евии я была Евгения. Так назвала меня моя мама. Но сложилось так, что я не принимала своё имя категорически. То есть, оно мне совершенно не нравилось ни с какой стороны. И я начала думать, что мне сделать и на какое имя поменять. Когда я начала... Сократили своё имя, да? Да, я его сократила. А скажи, вот у меня в деле написано, что тебя в детстве называли белой вороны. С самого раннего детства у меня какое-то было такое сопротивление жизни. И в один годик я заболела. И это было какое-то предсмертное состояние. И меня спасло только то, что... Мне делали переливание, прямое переливание крови от папы ко мне. Вот, видимо, потом, когда я начала взрослеть, такое было ощущение, что ни семья, ни те, кто меня окружает, ни мои родственники меня совершенно не понимали. И у меня какие-то были тонкие порывы. И я хотела любви, заботы, ласки, внимания. Ну, так как это была сельская местность, то получалось так, что всем нужно было копать картошку, всем её нужно было сажать, картошку. И да, мои все родственники, они все мои родные, они большие, они сильные, они крепкие. И им было легко картошку копать. А я картошку копать не могла, может быть, даже физически. Мне хотелось читать книги, мне хотелось разговаривать с интересными людьми, мне хотелось много учиться. Откуда могли быть такие гены? Впечатление, что, да, будто вы барышня-крестьянка. Можно у мамы спросить. Мама, ответьте на этот вопрос. Антонина, возьмите микрофон. Женя росла очень болезненным ребёнком. В год она очень сильно заболела, анемия, пневмония, дизентерия. Целый месяц она у нас там пролежала. И вы думаете, вот из-за этих болезней она была каким-то иным ребёнком? Да, ну, очень много было внимания. Более хрупким. Да, очень хрупким. Менее выносливым. Ещё же сестра есть? Да, сестра позже родилась. А давайте у Лены, Лен, а скажи... А Леночка, это сестра? Да, сестра. Сестричка какая маленькая. Лен, а ты вот скажи, какие отношения с сестрой? Ты вот понимала, что там что-то не так происходит? Ой. Что она не такая, как все, что она какая-то особенная. Вот мы воспитывались в одной семье, да? У меня вообще всё было хорошо. И сейчас у нас сейчас. И у меня до сих пор хорошо. Конечно. Вот, поэтому, ну, она действительно была другая. Она была вообще другая, ну, в этом посёлке, да, в нашем мире. Там, ну, это, наверное, вот у нас ещё... И в вашей семье. И в нашей семье, да. Но у нас папина мама, это вот бабушка, да, ну, вот Женя, если вот внешне смотреть, да, это вообще абсолютно... Две капли воды. Да, да. Да, это вот внешность, это даже вот все, всё поведение. Это, мне кажется, вот от Кабушевых. То есть она придумала, да? Что она такая, не такая, как все, что она вот в бабушку, и вы все считали, что она манипулирует, да? Ну, вы знаете, отчасти, возможно, это придумала. Ну, скажем, отлынивает от работы, ленится, что-то придумывает, лучше я книжку почитаю, там, ещё что-то. Ну, это же интереснее, да, чем копать картошку. Спасибо, Лен. Спасибо. Ева, ну, у тебя с бабушкой была тесная связь, я так понимаю. Да, Лена начала говорить про бабушку. Это была моя любимая бабушка. И когда мне было 11 лет, она умерла. И для меня это было каким-то предательством. То есть я тогда ещё не знала, что люди умирают. То есть ушёл близкий, единственно близкий человек, да? Да, это мне было 11 лет. И я знаю, что ты была близка к суициду, так? Ну, где-то в 12-13 лет. То есть я не находила себе места. Я не знала, что мне делать, с кем мне общаться, как мне дальше жить. И да, я решила... Мне сказали, что можно в хозяйственном магазине купить крысиный яд, размешать его в определённой пропорции. Кто же от вас такой глупости? Это кто же тебе так сказал? Вот это мне просто очень интересно. Ну, у нас хоть и посёлок не очень большой. Ну, ладно, я понимаю, что хоть и посёлок... Доброжелатели нашли. Подожди, а что тебя остановило? Они мне рассказали. Меня остановил мой одноклассник. Когда он узнал... Ну, во-первых, узнали родители об этом. Они нашли мою предсмертную записку. Боже ты мой. И... Которую я плохо спрятала. И когда представили за мной охрану, то есть начали бдительно за мной наблюдать, провожали в школу, встречали из школы. И мы как-то разговаривали с моим одноклассником. Он мне говорит... Я тут слышал, что ты собираешься... Покончить жизнь? Угу. А давай чуть-чуть подрастём. А. Потом выйдем замуж. Ты выйдешь замуж. Я женюсь. И посмотрим на эту историю. Посмотрим как. Слушай. И родим детей. Ага. Вместе. Это вот этот мальчик говорит, да? Да, этот мальчик говорит. Про мести у нас как-то не было речи. То есть у нас не было... Каждый сам по себе. Каждый сам по себе. Да, каждый сам по себе. Да, предложения такие поступили. И он говорит, ты назовёшь своих детей моим именем, а я назову своих детей твоим именем. Я сдержала. Я сдержала обещание, и я назвала первого сына его именем. А что плохого-то? А что же плохого-то? Это замечательно. Это твой оберег. Он тебя спас от твоих глупостей, и который ты вдруг решила... Я очень... Это, может быть, слёзы благодарности. То есть я им очень... И вот Андрей сидит, какой здоровенький. Смотри, какой хороший пацан. Да, очень хороший. Спасибо, Надежда, продолжение этой истории. Также модные советы совсем скоро. Мы научим вас смело и дерзко сочетать цвета этой весной. Ведь весна – это буйство красок. Не пропустите, будьте с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Случается дело о буре в тихом омуте. А потом? Вышла замуж за случайного человека, так? Да, это был... Развелась успешно. Случайный человек, с которым мы познакомились на вокзале. Да. И он как раз отец Андрея и Ани. И мы с ним прожили девять лет. И сбежала, потому что... Сбежала, да. Я действительно сбежала. Потому что он жестоко относился и ко мне, и к детям. К детям. Руку поднимал, да? К детям. Ну, оскорблял. Ну, не понимал, он так дал. Давай про Ваню. Рассказывай про Ваню. А как ты Ваню-то встретила? Еще между Артемом было еще Ваня. Так что подождите, ребята, не торопитесь. Я меняю свое мнение об этой женщине. А как же я тебе говорю? Я думала, она святая. Да, 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 да. То есть вы не чурались мужчин? Да, полтора года мы встречались, собирались пожениться и родить ребенка. Как? И на мой день рождения мы едем отмечать в лес на шашлыки. Я была за рулем, с нами была Лена, дети и Ваня. На дорогу выбегают два человека, мужчина и женщина. Я начинаю тормозить, машину заносят, это было в апреле, дорога скользкая, машину заносит. Но мы останавливаемся, не доезжая до них. Ваня выходит, чтобы узнать, почему они стоят и почему они нас тормозят. И в этот момент, когда он выходит из машины, по остричной полосе едет другая машина. И его сбивает. И его сбивает. И, конечно, у меня потом очень долго был период, когда я восстанавливалась на протяжении семи лет. В этом месте? Я не выходила из дома. Меня вот Лена и друг Вани, они меня кормили, они ходили за мной. То есть они делали все для того, чтобы мне восстановиться. Мне было очень тяжело. Это для меня была очень мощная, огромная потеря. Ты это пережила? Это в твоей жизни случилось? Какая трагедия. Это трагедия страшная, это драма абсолютная. Мы ее закрыли и больше к этому не возвращаемся никогда. Ты продолжаешь жить дальше. Вот встречаешь Артема. Артема. И у вас налаживаются отношения. Он тебя вытаскивает из этого состояния, а ты его вытаскиваешь из того, куда он попадает. То есть вы практически родственной души, вы друг другу нужны. Зелия, у меня в материалах дела сказано, что теперь у вас есть психологическое образование. Ну, по крайней мере, опыт. Как вы решили прийти в эту область деятельности? Ну, все началось, когда я еще жила с первым мужем. Я не понимала, почему у нас происходят конфликты. Я не понимала, что мне дальше с этим делать. И я начала ходить по психологам. Я начала узнавать, как же мне все-таки гармонизировать мир в семье. И в какой-то момент меня это очень увлекло. Я поступила и получила образование психолога. То есть вы сейчас практикующий психолог? Да, я сейчас практикующий психолог. Я помогаю людям строить счастливые семьи, в которых царит лад и любовь. И целомудрие. И целомудрие в том числе. Я тоже скажу, нам не нужно лишней грязи. Скажем, нет случайной связи. Александр, при чем тут случайная связь? Речь о семейных парах. Нечего мужчине домогаться своей жены. Действительно, безобразно. Она ребенка родила достаточно. Еве, скажите, пожалуйста, а вы откуда черпаете фасоны своих нарядов? Мне очень нравится Тургенев. Мне очень нравится Толстой. Мне нравится Анна Каренина. Мне нравится Скарлетт. Хочется созерцать оборки, рюшечки, длинные платья, длинные юбки, чтобы когда женщина шла, она шуршала своими подъемниками. То есть вы хотите жить в мире сказок, это так? Не совсем так. Я же в реальном мире еще живу. Я пытаюсь понять, вы хотите убежать из этой действительности или у вас какие-то иные намерения? От действительности я не хочу убегать. Я хочу воспринимать то, что происходит вокруг меня и трансформировать вот эти старомодные взгляды в нашу современность. Я внутренне готова. Ну, вероятно. Я надеюсь на то, что наши стилисты сейчас слышат прекрасный разговор, который действительно очень интересен, особенно с психологической точки зрения. И предпримут все усилия для того, чтобы ко всеобщему удовольствию включить все комплекты, которые они предоставят нашей сегодняшней прекрасной героине. Ну, хотя бы капельку того историзма, того романтизма, той чистоты и целомудрия, о которых так мечтает Еве. Спасибо большое, Эвелина. Спасибо, Эвия. А у нас настало время модных советов. Всем, кто устал от серы и долгой зимы, мы сегодня покажем, какие оттенки и цвета модно сочетать этой весной в одном образе. Смотрите и учитесь. Все внимание на главный подиум страны. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эбелина, прокомментируйте, пожалуйста, новые цветовые решения. Я бы прежде всего обратила ваше внимание на самый долгоиграющий тренд. Это сочетание красного и розового, либо красного и оранжевого. В общем, родственных красных цветов, которые раньше не принято было сочетать друг с другом. Для всех тех любительниц фуксии, которые никак не могут сказать себе нет, это великолепно и долгоиграющее решение. Обращайте внимание на подобные цветовые сочетания, и тогда даже самая дикая фуксия будет выглядеть очень интеллигентно. Прерогатива нынешнего сезона – это совпадение довольно пастельных оттенков с какими-то яркими включениями, как в наряде сбоку. Но не сказала бы я, что это до такой степени распространено, как сложение воедино довольно родственных цветов, приятных глазу и весьма удобных в сочетаниях. Как, например, эта фиолетовая юбка-плиссе и блуза бутылочного стекла, расшитая медной нитью. Сегодня мода предлагает вам самые разные игры. Не отказывайтесь ни от чего, всё пробуйте, но в меру. Всегда думайте о тех произведениях искусства, которые хорошо зарекомендовали себя. Обращайте внимание в музеях на то, каким образом краски лежат на холсте рядом. А также всегда обращайте внимание на то, как цвета совпадают в природе. Эти цветовые сочетания могут быть иногда весьма и весьма неожиданными. Позволяйте себе хотя бы что-то свежее и новое. А если вы не знаете как, подсказка всегда на сайте модный.тв. Спасибо большое, Евгения. Я хочу напомнить, что на официальном сайте moda.tv вы можете задать свои видео-вопросы, и мы лично на них ответим. Но сейчас, Евея, вы отправляетесь в магазин выбирать там новые наряды. С учётом наших рекомендаций. Затем наши стилисты предложат свою альтернативу. А кто победит, решат наши зрители. Не переключайтесь, будьте всегда только с нами. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Слушается дело о буре в тихом омуте. Итак, Еве сходила в магазин и готова продемонстрировать нам свой первый наряд для молодого мужа. Встречаем Евею! Я выбрала этот наряд, потому что муж меня замучил, что у меня широкие юбки длинные. Понятно. Я купила узкую. Она более такая узкая. Да, узкую. А вы считаете, что вот именно этот наряд молодому мужу и понравится, правда? Да, муж тебе нравится? Нет, ему нет, не нравится. Я даже не хочу вас спрашивать. Потому что он, может быть, скажет вам из любезности, что очень даже нравится. Вот смотрите, для просвирницы в храме идеально. Для молодого мужа – катастрофа. Что скажет молодой муж? Да, согласен. То есть опять длинная юбка, опять черно-белая. Ну, как-то это не привлекает. У нас в гостях независимый эксперт Анастасия Трегубова. Телеведущая. Пожалуйста, Анастасия. Я хочу похвалить, потому что, несмотря на то, что юбка длинная, она действительно подчеркивает фигуру. Ее бедра и длинные стройные ноги, которые скрытые под этой юбкой. Ну, может быть, еще немного каких-нибудь красивых весенних цветов, да? Потому что все-таки весна, зима закончилась, хочется добавить чего-то яркого. А так все хорошо. Спасибо большое. Ну, дорогая Еля, пойдите, снимите этот костюм горничный из пьесы «Чехово-вишневый сад» и наденьте что-то повеселее. Ну, а сейчас снова Надежда Бабкина. Ну, мне не особо это нравится. С другой стороны, конечно, похвалить ее надо, что у нее ладненькая фигурка, это правда. Это тоже работа над собой, что уж там говорить. Давайте не будем забывать, что у нее трое детишек-то, понимаете? Вот. И муж молодой. А раз молодой... Детишки относительные. 21 год вам сидит детишка. Ну, неважно, все равно, Саша, они будут всегда... У нее усы вон полным ходом растут. Да, и что, и что, все равно будет ребенок. И что, а младше сколько? Да, младше 4. Саша, их надо родить, воспитать, поставить на ноги. Они не по бабушкам живут, а с ней живут, поэтому тут все правильно. Поэтому есть ее за что хвалить. И в этой связи я хочу к тебе обратиться, знаешь, Артем. Все-таки находить слова поддержки. Но это лучше, чем постоянно отрицать. Этому образу явно не хватает каких-то деталей. Например, верхней группы, которая могла бы быть очень экзотичной, очень репрезентативной. Или, скажем, аксессуаров каких-нибудь. Сюда прямо так и просится. И шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. Нашей героине пятерка с минусом. Садитесь. Спасибо большое. Ну, а теперь второй выход Евии. Ультрамодный весенний образ. Пожалуйста. Евия, как вы решились на такую длину? Вот долго смотрела и решилась. Я посчитала, что это весеннее платье. Очень модное. С весенним цветочком. Вам не кажется, что это все-таки модель Кемеровского дома модели 1980? Что скажет муж? Ну, это явно короче, нежели чем было раньше. И это уже привлекает. Это уже привлекает. Это уже привлекает. Молодец. Темный цвет. Черный, я бы даже сказал. Да, черный. Вот это не очень привлекает. А жестовский поднос? Вот именно. Прямо с языка снял. Молодые люди, вы запугали девушек. Да, пожалуйста, Анастасия. Хочется каких-то приятных слов. Спасибо за слово, молодые люди. Это меня подряет. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Насколько стимулируют слова любви женщин? Я вот хочу, чтобы вот вы, как супруг, чаще говорили ей, что вы ее любите. Потому что, вот смотрите, вы уже сказали пару раз, что вы, допустим, замечательная, красивая, я тебя люблю. И юбочки будут становиться все короче и короче. Вот уже прогресс пошел, уже виден по сравнению с первым выходом. Платье замечательное. Тут есть и какой-то привкус весны. Черный цвет, он всегда актуален. Вот я бы сама бы пошла и купила бы себе такое же платье. А какие туфли. Вы посмотрите, какая она красавица. АПЛОДИСМЕНТЫ Настя, вы сама доброта. Спасибо большое. Переодевайтесь, Евея. Надежда Бабкина, просим вас. Артем, ты как-то в разговоре однажды ей сказал, сказал, что тебе, ну ты не такая, как все, и у тебя фигура не такая, как у всех, и тебе вот такая длина, которую она предпочитает до этого всего, больше пойдет. Короче, ты ее запрограммировал. И она стала носить такие платья, юбки и так далее. А теперь ты выражаешь недовольство. И надо ее... Распрограммировать? Распрограммировать. Представь себе. Да. Представь себе. В нашей границе все в полном порядке. Со знанием последних модных тенденций. Потому что сейчас я могла бы безостановочно перечислять английские имена молодых дизайнеров, которые ярко выступили в прошлом сезоне, осень-зима 2016-2017, и в нынешнем сезоне, в весне-лете 2017. Как раз именно с подобного рода ретро-платьями, усыпанными цветами, на черном фоне. Спасибо большое, Эвелина. Ну а теперь третий выход. Привычный, но современный образ. Пожалуйста. Спасибо. Евея, вы довольны вашим нарядом? Да. Чем он вам понравился? Юбка короче. То есть я не сделала ее в пол. Значительно. Не выбирала в пол. Это видно сразу. И мне нравятся вот очень крупные цветы. Нам уже нравится? Да. Кто-то в этом есть. Бесспорно. Анастасия Трегубова, вам слово. Вот видите, мы уже слышим слова поддержки. Поэтому это приятно. Надо отметить, что наша героиня, Еве, она невероятно женственная. Потому что не выбирает штаны, не выбирает брюки. А действительно выбирает либо платье, либо юбки. Спасибо большое. Спасибо. Надежда, вам слово. Артем, ты ее облачил. Теперь ты хочешь ее подраздеть слегка. Но ты запомни, тогда не ты один будешь любоваться, а все остальные. Потому что есть на что посмотреть. Спасибо большое, Эвелина. Вам слово. Здесь тоже придраться не к чему. Ни объем блузы, ни контур юбки, ни фаза соединения, которые являются самой сложной для людей, сидящих вот на этом кресле, здесь не страдают никак. Здесь абсолютно корректные, на грани, но корректные туфли выбраны, которые, конечно, застенчивые, но тем не менее рисуют стройность ноги и пать. То есть Еве знает, что делает. Спасибо большое. Настало время отправить Еве в волшебную комнату к нашим стилистам. Ступайте, переодевайтесь, возвращайтесь. Преображал мне. Что именно придумают наши стилисты для Еве, увидим очень-очень скоро. Не переключайтесь, будьте всегда только с нами. Наша героиня Еве побывала в волшебной комнате стилистов. Волнуется до смерти, не видела себя в зеркале. Поддержим мы ее выход аплодисментами зала. Первое для молодого мужа. Просим вас. Продолжение следует... Я не могу поверить, что это я. Это вы почему? Мне бесконечно нравится мой образ. И это невероятно красиво, это невероятно стильно. И плевать на мои юбки, правда? Нет, я верю. Ваши юбки брали, понимаете, энергию от земли. А вот здесь покороче стало. И причем вот ткань такая, как решето. Может, она энергию-то земли не удержит? Да, я теперь буду думать, откуда мне новую энергию брать. А вы извне. Из космоса. От звезд. И... АПЛОДИСМЕНТЫ И только между нами от мужа. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Муж, ты готов давать энергию? А что скажет Артем? Вы готовы давать свыше разнарядки энергию мужа? Не по графику? Не по графику. Да. Увеличить план? Да. Увеличить, готов. Да. Готов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ступайте переодеваться. АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас Надежда Бабкина. Конечно, я ее понимаю, что ей не хватало внимания. Вот она хотела выглядеть как-то вот и казаться особенной. А раз особенная, значит, вот, понимаете, она вам зудела постоянно. Я не буду копать, я не буду взрыхлять, лопату не держу, у меня ручки, белоручки. Понимаете, а вы вкалываете все, я особенная, относитесь ко мне особенно. Понимаете, она устроила движуку вокруг себя, я точно это ощущаю просто. И сейчас она с честью и с достоинством горцует и спрашивает Артема, ты способен на сверхурочную, так сказать, деятельность? А что он может сказать? Конечно, да. Понимаете? И ощущение, что инициатива-то не от него исходит. Опять она главная. Ведь она все-таки, так сказать, вот, молодец, девка. Нам надо девчонкам вообще-то учиться. Спасибо большое. Побелили. Конечно, платье-футляр это серьезный выбор. Потому что нужно потратить достаточное количество времени, чтобы найти такое платье, которое бы так прекрасно село. Но если уж время потрачено и платье найдено, то, конечно, любая женщина может почувствовать себя первой леди своей собственной семьи, своего личного государства. Спасибо большое, Эвелина. Ну а сейчас второй выход в Евии. Ультрамодный весенний образ. Спасибо. Спасибо. КОНЕЦ Евия, какая же вы великолепная. Я даже не ожидала вот этот вот цвет и вот это сочетание. То есть у меня нет ни слов, у меня только эмоции, и все клокочет, все внутри рвется. А куда же ждались слова? А куда же ждались слова? А энергию откуда будете брать? А из красного цвета, знаете, какая энергия? Из красного цвета, да. Вот я сейчас подумала. Артем, что вы скажете? Я все пытаюсь ее узнать, потому что это, ну, другая женщина. Мы будем знакомиться снова. Вот здесь надо заново знакомиться. Будет с вами заново знакомиться. А когда знакомиться будете? С сегодняшнего дня начнем. Сегодня вечером обещает вам первую встречу. Отлично. Как у вас там на графике? Нарисуем. Родная сестра Леночка рвется, плакала, плакала. Сестра, в твоей жизни было очень много разных периодов. Я поздравляю тебя с новым, с новым и еще раз с новым периодом. Не плачь, девочка. Не плачь. Не плачь, девчонка. Пройдут дожди. Пройдут дожди. Уже, мне кажется, прошли. Это действительно новый период. Спасибо тебе, моя хорошая. Да. Пожалуйста, переодевайтесь. Надежда. Ну, что говорит, конечно, стилисты молодцы. Ей поддают жару. Такие терпкие оттенки, да, которые тоже говорят о ее характере. Ведь там тоже много черного. Но какое это черное, это там драма целая, понимаете? То есть такая женщина-вамп. Никакая она не кошечка. А она конкретная такая... И кошечка, и не мошечка. Она не мошечка-то, Саша, вовсе. Поэтому, Артем, держи ушки на макушке. И сердечки заготавливай. И побольше. Я думала, кстати говоря, что не только сердечки, но и денежки. Потому что у этой женщины все периодами. Вы же понимаете, красное пальто, это замечательно. Оно всегда в тренде. Но в нынешнем сезоне еще и розовое пальто тоже очень актуально. А также и зеленое. Нужно же все попробовать. И синее тоже голубое. Опять-таки, та же ситуация с туфлями, сумочками, костюмами и платьицами. Поэтому каждый муж, который сидит рядом со мной и клеймит свою жену, сидя еще рядом с Надеждой Бавкиной, должен об этом факте подумать до, а не после мужчины. Подумайте перед тем, как обвинять жену в том, что она не интересуется модой. Потому что ведь может и заинтересоваться. Третий выход Еви. Образ привычный, но современный. Еви на подиум. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ох, Еве. Это какая-то фантастика. Красота необразимая. Невероятное, правда? Невероятно, да Это какое-то чудо Артем Вот это чудо Желтые розы Луна Будем снова знакомиться Заново будем знакомиться Спасибо К нам приехала дочка Средняя ваша дочка Анна Детка Как вам образ мамы? Мне очень понравилось Это что-то с чем-то То, что было на протяжении многих лет Как я ее видела И сейчас это Два совершенно разных человека И будем теперь привыкать к ней такой Очень понравилось А сейчас модный приговор от Надежды Бабкиной На такие наряды решится только смелый человек И от стилистов даже получить такие наряды Может только смелый человек, у которого внутри такая мощь Такая крутежка вообще всей планеты по полной программе Поэтому где она будет брать энергию, она уже давно придумала себе А мы тут рассуждаем Модный приговор от Эвелины Хромченко Ну, с другой стороны, периодически менять тактику Это то же самое, что периодически менять цвет волос или работу Главное не мужа Поэтому тактику с точки зрения изменения своего отражения в зеркале Я рекомендую очень Она самая бескровная Потому что вот не понравилась кофточка Можно же снять ее и надеть какую-то новую А понравилась юбочка Это ровно то счастье, которое можно купить в магазине Это действительно маленькое девичье счастье И у него есть совершенно конкретная цена Спасибо большое Ну, а мы подходим к финалу нашей утренней программы Дворецкие, привезите вещи на подиум А вы, Эвия, подойдите в церковь Дорогая, я вас поздравляю Скажите, что вам больше приглянулось То, что вы нашли в магазине Там тоже было черное платье С этими замечательными коралловыми цветами И тут, понимаете, тоже вот такого же цвета тюльпанчики Так можете все-таки брать вот эти вещи Потому что они на вас были как влитые А я вот все-таки остановлюсь на выборе стилистов Мне так понравился образ Мне так понравился стиль И это настолько я Это настолько самовыражение меня Спасибо Я очень благодарна модному приговору Я надеюсь, что группа поддержки согласна с решением Геви Ну вот, видите, гости в студии Приступайте к голосованию Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 4% в пользу Евии 96 В пользу наших стилистов Наряды от стилистов вам в дар от программы Модный приговор Ну что ж, а если вы Точно так же, как психолог Из поселка Красный Брод Кемеровской области Евея Ефремова Захотите стать участником модного суда Поскорее Заполняйте анкеты на сайте Первого канала Мода.1TV.ру Соседание закрыто До новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому